Попелскал рассчитан на 28 тысяч, очень неплохая пропорция. Представляю арбитров. Арбитры сегодняшней матчи в стене представляют Испанию. Главный арбитр Хоце Гартия Аранда и помощники Фернандо Тресака Гартия и Хоце Луис Лобера Меркадо. Ну вы знаете, что много сейчас разговоров вокруг судейства в Лиге Чемпионов, особенно после случая дисквалификации киевского «Динамо». Поэтому назову еще, представлю еще одну важную фигуру в сегодняшнем матче. Это делегат Уэфа Рудольф Батя из Груз-ПБ Лиги Чемпионов. 6 очков, 2 победы в двух матчах. Русенборг делит второе-третье места в польской лиге, имея по одной победе. Ну, в общем-то, поляки занимают более высокую строчку в турнирной таблице по сравнению с Русенборгом только за счет победы в личной встрече над Русенборгом. Как вы, наверное, знаете, при Раббинг-Свячку, а так будет и по окончании турнира, более высокое место занимает команда, которая лучше провела личную встречу со своим конкурентом. В данном случае вы знаете, что Русенборг проиграл Лиге. Ну и в активе Русенборга победа. Проиграл Лиге со счетом 1-3. После чего победил на своем поле вот здесь, в Лёркен, далее чемпион Англии команду Блэкборн со счетом 2-1. Вот вы видите, еще раз представляют наших футболистов. Олег Романцев действует по принципу, выигравший состав не меняем. Все эти футболисты играли в Москве в матче с Лигей. Ну, в составе отдохнувший Клисков и Цымбаларь, которые не принимали участие в последнем матче спартаковцев в национальном первенстве против ЦСКА. Кстати, Русенборг, который выиграл последний матч, как я уже сказал, и Блэкборна, здесь тоже состав сохранен в прежнем варианте. Единственное исключение сделали тренеры Русенборга. Они заменили вратаря. Вместо Оллы Пью Риса, который играл в матче с Блэкборном, сегодня оборота Русенборга защищает Йорн Янсфау. Игра началась, и сразу рев 12 тысяч норвежских болельщиков. Шмаров на правом фланге. Тоже, видимо, подводят нервы. Пускает добровольно. Эрик Хофф, он даже не успел еще его атаковать. Шмаров упустил мяч за боковую. Но надеемся, что с нервами сейчас будет все в порядке. Футболисты должны успокоиться. Мометов выбивает мяч из-под ног вот у Якобсона, Мини Якобсона. Почему его зовут Мини? Мини, его рост 168 сантиметров. Не знаю, давайте вспомним, есть ли в европейском футболе еще игрок такого маленького роста. Но я имею в виду, естественно, игроков, которые являются лидерами своих команд, играют ключевую роль сборной. А именно таким игроком и для Русенборга, и для сборной Норвегии является Мини Якобсона. Ян, Ивар, Яковсона. Итак, расстановка нашей команды ясна. Три чисто защитника. Это Хлестов. С левого фланга, справа фланга Мометов. В центре Никифоров. Чуть перед Никифоровым действует Анопко. На три атаки Юран и Шмаров. Ну а остальные полузащитники. На левом фланге тут Симбаларь, справа фланга Стифонов. И в центре Куйков под нападающим Пятницкий. Очень опасный рикошет. Вот такое начало. Вот такое начало. Сейчас вы увидите постпорт. Партнеры по команде обнимают Лёкина. Девятый номер. Карл Петтер Лёкин. Именно он замкнул передачу с фланга. Это вы видите на экране мини Якобсона. Вот подача. Сульплет делает подачу. Якобсен предпринимает отчаянный прыжок. Выдается протолкнуть мяч с ворота. Не достает мяч. И тут, как тут, оказывается Лёкин. Карл Петтер Лёкин. 29-летний футболист Русенборга из Борной Норвегии. Открыл счет в этом матче. Это произошло на третьей минуте. Очень неудачно. На второй минуте возникла надпись на экране. Очень неудачное начало для нашей команды. Какой-то досадный рикошет. И Якобсона никто не держал в центре. Он мог дотянуться до мяча. Ну и в конце концов на левом фланге там хлесток упустил Лёкина. Посмотрите еще раз. Вот подача. Пульсвет подает, не достает до мяча. Якобсон и Лёкин замкнул эту передачу. Карл Петтер Лёкин. До 98 матчей сыграл в норвежской лиге. Забил 64 мяча. И в его активе 35 игр за сборную. Запишем вторая минута. Вторая минута Лёкин. В общем достаточно неожиданное начало. Наверное даже для норвежских болельщиков. Для норвежской прессы. Потому что здесь и газеты, и журналисты норвежские отмечали, что Спартак приехал на эту игру как явный фаворит. Вообще фаворитами группы называют Спартак и Легию. Спартак здесь сравнивают с Аяксом. В газетах писали, что игра Спартака напоминает игру голландцев образца 70-х годов. Но вот начало такое немного обескураживающее. Но не будем расстраиваться. Это действительно только начало. И уже первый удар Христов пытается что ли исправить. свою ошибку, допущенную при взятии наших ворот. Пробил поворотом. Мяч прошел мимо. Это вратарь Йорн Ямсал. Добивает мяч в поле. Ямсалу 29 лет. Пятницкий Тихонов. Снова Пятницкий. Мамедов рванулся по правому флангу. Возвращает Пятницкий. Его атакует Якобсом. Пятницкий отдавал мяч то ли на Тихону, то ли на Мамедова. Перехватили. Но уже Куйков возвращает Мамедову. Не Тифоров. Куйков пропускает мяч Юрано. Это довольно хладнокровно действует Бракстад. 24-летний Бьерн Отто Бракстад. Всего 195-й матч за Русенборг. Топер команды. Высокий рост. 190. Простите. Это его рост. 194 сантиметра. Сыграл он. Играет он 67-й матч в составе Русенборга. Здесь дается статистика. Рост вес каждого игрока. И количество матчей, которые он провел в составе клуба. Шмаров. Самбаларь справа фланга. Очень активно действует Сенсов. Отбивает мяч. Вот тут и Тихонов. Куйков отбрасывает Самбаларю. Просит Самбаларя. Сульцвет. Самбаларь удерживает мяч. Возвращает Тихонову. Тихонов будет подача. Подача на дальний угол штрафной площадки. Даже ближе к вратарской площадке. Там был Шмаров. Но мяч за Шмарова не дошел. А вот уже Анопка. Такие взаимные потери со стороны той и другой команды. А вы видите, обратите внимание, мяч немножко застревает. В таких небольших лужах. Которые так вроде бы и не видны. Наверное, вам на экране. Но иногда мяч попадает в такую лужу. И можно видеть плеск воды. Дело в том, что вчера, полдня и практически сегодня, весь день до матча шел дождь. Но вообще погода неважная. Так прохладно. Плюс 8 градусов. Как я уже сказал, дождь. Утром был очень сильный ветер. Обещают сильный ветер. Даже шторм завтра. Но, к счастью, вот сегодняшний матч. Это миновало. Я имею в виду шторм. И спартаковцы пытаются организовать шторм-атак на ворота Руссенборга. И вот штрафной удар. Готовится пробить Никифоров. 5 человек в стенке. И очень много норвежские журналисты расспрашивали о Никифорове. И очень боятся его мощных штрафных ударов. Йорн Ямтфал. Бейте внимание. Никифоров рядом с ним Куйков. Хороший удар. Мяч еще, так сказать, взнул по газону. Но надежно сыграл Ямтфал. Повторяю, 25-летний вратарь Руссенборга. Два сезона он был дублером известного норвежского вратаря Ола Бюриса в составе Руссенборга. Потом Бюриса не вышел из-за травмы на матч с Дешепташем в отборочном, в предварительном туре Лиги Чемпионов. Это стало шансом для Ямтфала. С тех пор он занял место снова вратаря. А вот Олег Романцев. Наш тренер, наверное, немножко обескуражен. Романцев здесь давал предконференцию вчера перед матчем. Сказал, что это самый важный матч для обеих команд. Неудача поставит каждое из них сложное положение. Сказал, что досконально изучил по видеозаписям игру Руссенборга. Еще отметил, что все здоровы составе спартаковцев. И он может выставить на игру лучший состав. Встречались мы с норвежскими тренерами чуть позже. Вот видите, один из них это Нимс Арне Эйген. 47-летний тренер норвежской команды. Никифоров. Сильный пат, но там на месте Бракстад. Никифоров. Рискованный пат Анопко, но... Хорошо, что Анопка первым успел к мячу, а здесь уже навигался тот же Леокен. Хлестов возвращает мяч Анопка. Хлестов, Никифоров. Расстановка норвежской команды тоже ясна. Здесь правый защитник Сварне, второй номер. На левом фланге место занял пятый номер. Сенксот. Сем-то и чуть сзади такого свободного защитника играет Эрик Хофтюн. Это увидит капитана Сенксот Камель Трюда. Итак, Эрик Хофтюн чуть впереди. Стоппер. Брагстад, четвертый номер. У Хофтюна третий номер. На три атаки Корольд Мартин Братбак. Десятый номер, лучший гомбардир норвежской команды. Рядом с ним одиннадцатый номер Якобсен, девятый Лёхин. И чистые полузащитники шестой Странс, седьмой Сульцвет и восьмой Камель Трюд. Вот Якобсен. Странс. На правый фланг подключается к атаке к варме. Вообще о нем говорят, что подключение к атаке для него не характерно. Но вот смотрите, он опровергает эти слова. Подача ошибается. Ошибается Никифоров. И мяч от него отверстает за линию ворот на угловой. Потом подавать Якобсен. Ноябре ему исполнится 30 лет. 59 матчей за сборную. Играл и в Янгболье в Швейцарском, и в немецком Гульсбурге, в версии бельгийском. Подача. Мяч выбит. И уже Шмаров борется за него со Стенцесом. Шмаров нарушил правила. Вот видите, встали Стенцес. Вы, наверное, помните по нашим футбольным выпускам, он забил решающий гол Блэкберну. Таким дальним ударом. Счет был 1-1. И вот удар Стенцеса решил судьбу встречи. Сейчас хорошо выпрыгнул он Кипров. Прорвал эту передачу. Лёхин. Снова получил мяч на правом фланге. И не разумея надесил его сюда. На Харальда Мартина Братбака. Кипенов. Шмаров пытался обыграть в армии. Мяч выбит за боковую. И Шмаров бросает. Нет. Отдал мяч Цамбаларю. Пятницкий. Цамбаларь. Пятницкий. Снова Цамбаларь. Кульков. Шмаров. Шмаров так пытался ударить. Немножко лукаво носком. Не получилось. За кульков. Пятницкий. Такая махарова комбинация. Иголок Юран. Опазднейший момент. К ноги Юрану бросается вратарь Ямстал. Но судья фиксирует нарушение правил. Видимо это было нарушение правил. Опасная игра со стороны Юрана. Ямстал лежит на газоне. Посмотрите еще раз. Очень настойчиво действовал Юран. Смотрите как он разбирается с защитниками. Но тут действительно стал прямой ногой. Сыло нарушение правил. Вполне законно. Испанский орбитер. Назначает свободный удар. А это вот Эрик Холксом. Свободный защитник. Третий номер на всякий случай. Еще и вынес мяч со всей силой за линию ворот. Сергей Юран. Напоминает нам режиссер, что он забил голы в этом розыгрыше лиге чемпионов. И в ворота Блэкборна. И в ворота Легии. Но можно, конечно, рассуждать на ту тему, что, в принципе, фартаковцев устроила бы и ничья в этом матче. Все-таки уже набрало 6 очков. Устроило бы 7-ое очко. Следующий матч с Кензо Русенборгом 1 ноября в Москве. Но я не думаю, что Романцев настраивал свою команду на ничейный спорт. Но что касается Русенборга, то его устраивает только победа. Об этом здесь говорят все. Потому что такой стейзер здесь очень популярный, что на выезде как бы у Русенборга якобы шансов нет. И выигрывать он может у столь сильных. Ну, столь кольцома. Простите, Юран стоит штрафную. Вращает помеду. Вот подача. Подавал на Шмарова. Здесь же рядом был Кифонов. Но эту передачу прервал Янсвал. Пока играет очень надежно. Кстати, проводит 13-й матч за свой клуб. Не так уж много, но, повторяю, был долгое время два сезона дублером более опытного Олы Бюриса. Тихонов. Там было положение вне игры. Так вот, продолжая раскат о норвежском вратаре, он же играл в первом матче Русенборга. Вот, как вы видите, явное положение вне игры. Там залез Шмаров. А это лучший бомбардир команды, 25-летний Брат Бак. Так вот, братарь Янсвал играл в первом матче. Но это закончилось с него провалом. Вы помните, курьезный гол, который он пропустил. В следующей игре уже тренеры поставили более опытного Ола Бюриса. Но вот сейчас снова отдали предпочтение Янсвалу. Игрители недовольны, считали, что не Спартаксы должны вводить мяч в игру. Но, тем не менее, Пятницкий... Хороший пас, захотел я бы сказать Юрану, но, может быть, немножко сильный. Немножко послабее нужно было дать Юрану. И, в принципе, Сергей мог догнать мяч. Пятницкий, Сиппенов, Кульков, Юран. Юран очень активен. А вот Яковсен. Яковсен демонстрировал хорошую обводку. Мамедов останавливает его рукой, получает желтую карточку. А это значит, что Ранис Мамедов не сможет принять участие в следующем матче Московских фортажных лигий чемпионов, поскольку это вторая желтая карточка у Мамедова. Одинно. Анопка его атакует Братбак. Ошибается Клифцов. Братбак снова получал мяч от Лёкина, но, к счастью, все хорошо закончилось для Спартаков. Вот уже Сымбаларь начинает новую атаку. Пятницкий. И снова неточный подпятницкого Юрану. Мячом владел Квармия защитник норвежцев. Опять взаимные потери мяча. И вот уже Сымбаларь. Очень большой потенциал у этого футболиста. И хорошо владеет мячом ловкий, юркий, пас Кулькова. Согласен с мнением одного из тренеров Спартаковцев, Геларя Черенкова, что Сымбаларь в потенциале игрок очень жестокого мирового класса. Сымбаларь возвращал Сымбаларь, но пока надежно действует в центре вот эта пара защитников. Третий номер Эрит Суптюм и Йорн Отто Бракса, четверка. Вот уже капитан команды Камильстрю. Суптюм и Йорн Отто Бракса. Суптюм и Йорн Отто Бракса. И ухульковывает под ног Мини Яковсом. Под Катю добивает мяч. Начинается атака норвежцев. И в армии снова опровергает свое звание не атакующего защитника. Смотрите, тактика здесь в таком-то смысле изменилась в плане использования этого защитника. Хорошо прервал передачу Никифоров. Сам идет вперед. Рядом Сымбаларь, но он отдает Юрану. Юран пытался Юран в основном касании передать мяч Никифорову. Передачу прервал в итоге Коупкин. А вот Ромнис Мамедов. К сожалению, получил, как я уже сказал, вторую золотую карточку. Пропустил следующий матч. Ну, как будто я не буду второй золотой карточки в этом матче, потому что вы знаете, что это означает удаление. Активно пошел вперед Мамедов. Ну, снова все будет развиваться в стену норвежских защитников. Где-то на линии нашей справной площадки. Простался Никифоров. В ноги в Радбаку. Ну, и судья показывает, испанский арбитр показывает, что Никифоров нарушил правила. Хотя, таким характерным движением Никифоров удался площадь показать арбитру, что он играл в мяч. Давайте посмотрим еще раз. Благо, есть повтор. Вот Братбак. Ну что, это была игра в мяч. На мой взгляд, это была чистая игра в мяч. И может Мини Якобсен не поднимать руки. Но, тем не менее, так решил испанский арбитр. Сосной пробьет Якобсен. А мы запишем еще одна желтая карточка Никифорова. Я имею в виду, одна желтая карточка Ламедова сегодня уже и одна у Никифорова. Так, неосторожно выбил сильно, но неосторожно выбивал мяч. Своей вратарский Никифоров попал в нападающего хозяев поля. Мяч едва не отскочил в ворота Юрий Никифоров. Тем временем пошел такой дождь, а может быть даже... Нет, это такой моростящий дождь. Я немножко похож на свет. Здесь в лучах прожекторов стадиона города Строн-7. И нет, это моростящий дождь, к которому мы здесь за два дня уже привыкли. Да, Свардак прилетел в Строн-кейм вчера. Команда провела довольно интенсивную тренировку вчера вечером. И вот отметили, что газон не очень хороший. Дело в том, что для меня было новостью, может быть, это не новость для специалистов, занимающихся газонным делом, подготовкой футбольных газонов. Но для меня была новостью то, что здесь газон частично искусственный. Как бы на 95% он состоит из естественной травы, а на 5%, как нам сказали, из искусственного покрытия. Такого синтетического. Ну вот это такое техническое совершенствование, может быть, современное. Но тем не менее, спорта-копцы отметили, что поле сочковатое. Довольно сложно контролировать мяч. Да еще достаточно скользко, не только из-за дождя, но вот отчасти из-за использования этих 5% синтетики. Пятнешки. Очередной пас у Юрана. Мяч срезается. Мяч срезался у Бракстада, у защитника норвежцев. Но его подстраховал вратарь, потом тот же Бракстад выбил мяч из штрафной площадки. И вот уже в руках у Янцпала, а Юран лежит на газоне. По-моему, столкнулся с вратарем. Довольно крабро выходил из ворот Янцпал. И Юран снова напоминает нам, что он забил голы и в ворота Блэльборна, и в ворота Лиги. Но мы помним, что и в том и другом матче были моменты, когда Юран вот так же лежал на газоне, держась за ногу. И сейчас, значит, старые травмы. Вообще Юран был нездоров. Он простудился в понедельник, даже в Москве не принял участие в тренировке. Но вот вчера тренировался, и сейчас все нормально с точки зрения простуды. Но вот неужели это травма? Появились носилки. Будет очень досадно. Вот посмотрите еще раз этот момент. Ошибается Бракстад. Он еще получил пулку, по-моему, от кварталей Янцпал одновременно. Вот Юрана уносит в поле. Норвежский город Стронгхайм. Где-то на северо-западе Норвегии. Но если учесть такую необычную конфигурацию, это необычное расположение, как бы границы этой страны. Такую загибающуюся границу, то можно сказать, что Тронгхейм находится одновременно и в самом сердце, в середине Норвегии. Это портовый город. Кстати, первая столица Норвегии. Город был основан в 997 году. То есть скоро здесь местные жители будут отмечать его тысячелетие. Тем временем игра уже обновилась. И вперед идет Культряк. Но он вообще не так пробовал подыграть. Атаковал ворота Культряк. И восьмилетний. Футболист, который только в этом сезоне пришел. Лукрусенборг из команды Бран. Камерский, Пятницкий, Тихонов. Вот это подкат сзади. Вот что ж, в принципе, за такое нарушение тоже можно давать желтую карточку. Это запрещено. Правилами типа. И не только запрещено, а просто предусматривает предупреждение подкат сзади. Смотрите, как Мамедов играет неосторожно. Его передачу прервал Брат Бат. И вот уже здесь суета в защитных порядках норвежцев. Но они хорошо выдержали эту ситуацию. Я имею в виду норвежский Странс пошел вперед. Идет вперед. Странс был в Америке на чемпионате мира. Но не играл, был в запахе. А вообще-то до этого еще до Америки провел один матч за национальную сборную. Но так я уже говорил, постоянные игроки сборной в составе Рутенборга. Это 9-10-11. Афаргола Лёхин, лучший ломбардир Брадвак и Мини Якобска. Анопка. Так обходят. Странс получает на это обратно. Джмарова бьет. Совсем рядом со штангой. И такое впечатление, что мяч даже чиркнул. Чиркнул по штанге. И да, такое впечатление, что Анопка надоело ему смотреть, чем занимаются в атаке его партнеры. Подключился в нападение. Хороший дал пас Шмарову. Огляделся, получил мяч обратно. И пробил в дальний угол. Зрячий пробил в дальний угол. К сожалению, мяч прошел немножко мимо ворот. И вот снова сейчас Булановка выбил мяч из-под ног. Брадвака. Тихонов сыграл головой. Пятницкий. Пятницкий все время ищет Юрана. Ищет Юрана. Юран очень хороший пас. На Шмарово. Шмаров бьет. Не было обсайда. Шмаров мог забивать. Мог, но не сумел. На его пути стал вратарь Ямсфал. И справедливости ради сказан, что как бы хорошо не сыграл Ямсфал, Шмаров мог пробить. И поточнее в этой ситуации. И поселеннее, и поточнее. Но, увы, все это, если бы, если бы атакуют, уже Норвежский суслит, ошибается. Микифоров отдает кульку. Очень опасный был момент. Хорошо разыграли комбинацию. Юран получил мяч от Пятницкого. Остановились норвежские защитники. Думаю, что Шмаров вне игры. К сожалению, удар у Шмарова не получился. Ну что ж, наши начинают постепенно, постепенно наращивать давление. Уже было, ну, как минимум, два явных зелевых момента. Рядом с Юраном два защитника. Два защитника постоянно. И Сопер Бракстад, и подстраковывающего Чистящих Соксиум. Нарушения не было. Вот уже Юран отдавал Самбаларю, а того не понял пять. У вас на Братбака. У вас на Братбака. Пятого номера Братбака прорывает передачу Микифоров. Вот он, Король Мартин Братбак, 24 года. 62 матча за клуб и 46 мячей. Микифоров, Самбаларь. Стиханов. Стиханов активен. Отдает Пятницкому центр Самбаларю. Самбаларев, Пятницкий. Подно катания. И уже сильный удар Самбаларя. На пути мяча встал к варме. Поймал мяч Янца. Ну, как показывает арбитр уже за линией ворот. Угловой удар. Будет подавать Самбаларь. И все, внимание, операторов на Юрана. Тем временем мяч достал Пашмарову, но... Не совсем удобно для удара. И вот это Никифоров. Самбаларь. Неудобно давал Шмарову. Шмарову пришлось в таком подкате пытаться переправить мяч кого-то из партнеров. Не получилось. Тут уже Якобсин против Анопко. Снова хорошо играет подбори Анопко. Длинными ногами выгребает мяч из-под ног норвежских нападающих. И снова буря негодования. Хотя явно в борьбе с Никифоровым нарушал правила Талис Кенту. Ну, посмотрите. Нет, это другой эпизод. Это когда Никифорову досталось от Мини Якобсона. Кульков. Шмаров. Шмарову все время приходится падать. Не совсем сочные передачи у партнеров. Он пытается... Приходится Шмарову падать и спасать эти мячи в подкатах, в каких-то необразимых прыжках. Надо более точно адресовать мяч своим форвардом с атаковством Клифцов. Брасывает на Кулькова. Юран чаще всего принимает мяч спиной. Спиной к воротам. Пытаясь как-то такими движениями вправо-влево раскачать защитника. Продолжить атаку. Вот уже Шмаров. И неточный пас. Передачу прежевал Сенсус. Якобсон. Смотрите, какая техника. Якобсон. И пытается вывести на удар Братбака. Там снова свидетельный Анопко. Да, уже в эти минуты Якобсон. 11 номер норвежской команды. Очень неплохо себя проявил. Два года играет в Рутенборге. Но, повторяю, до этого побывала в швейцарских, немецких, гильдийских клубах. И 59 лидеров за сборную. 30 минут прошло. Начало первого тайма. И, увы, кусочек неприятной статистики на табло. Рутенборг-Спартак. Пока 1-0 после точного удара Лёхина на второй минуте матча. Пятницкий, Кульков. Матвержин играют. Защитники Рутенборга. Кто принимает мяч спиной? Юра на мяч у него отбирают. Вперед идет Сульцвет. Тенцов. Якобсен. Против него Мамедов. Якобсен так легко обошел Мамедова, но постартовал Мамедов Кульков. И снова вот сейчас не задерживается мяч у Спартакса. Снова Якобсен. Но и он отшитки отдал мяч многие Пятницкому. Тот Кулькову. Снова Пятницкий. Анопка. Иханов. Обыгрывает Сенкуса. Идет дальше Анопка. Пятницкий. Точная передача на левый фланг. Санбаларю. Против него Кварне. Кварне сбивает Санбаларя. Бьерн Сурик-Кварне. 23 года. Надежный правый защитник. Анопка. Юран. На месте Ямсал. Вот видите Юран на фоне дождя. Ямсал сегодня играет надежно вратарь норвежцев. Ну, видимо, не зря отдали ему место в основном составе тренера Русенборга. Несмотря, повторяю, на явный провал в первом матче в Варшаве против Иллюгии. Пятницкий пытался снова в одно касание отдать Юрану, но мокрый мяч срезался с ноги. Если Спартак в российском чемпионате ведет борьбу сейчас за серебряные медали, то Русенборг уже обеспечил себе звание чемпиона Норвегии. Сейчас остался один тур до конца чемпионата. Обеспечил себе это звание за три тура до конца. В четвертый раз подряд Русенборг стал чемпионом Норвегии. Вообще, эта команда шестикратный чемпион и шестикратный обладатель Супка. Вот лучший бомбардированный вершин в Братбак. Страшивал мяч головой Яковсену. И вот на этот раз уже Яковсен получает мяч от Сульцвета. Сульцвет. Сенсус. Левый защитник Талис Сенсус. Сейчас не успел включить, а вообще-то отмечает очень большой скоростью, такой мощью, сильным ударом в клубе с 93-го года, но как следует после проявления в прошлом сезоне. Вот вы снова увидите Сенсуса на своих экранах. Решающий гол у ворота Блэкборна. Яковсен. Между ног на ногах пас на Братбака. Сульцвет играл Птенку с Братбаком. И если бы Сульцвет был немножко поточнее, то могло закончиться неприятной ситуацией для ворота Братбака. Надо быть более внимательным. В частности, Никифорову. Я понимаю, что сейчас уже в этой ситуации, когда нужно сравнивать счет по тактике, защитники больше подумывают об атаке, но тем не менее, тем не менее, это очень опасная линия нападения у норвежцев. А вот Роар Странт 25-летний. По 15 игр за клуб 20 забитых мячей. И я вот про него говорил, что он был на чемпионате мира США, но остался в запасе, не вышел на поле. Начинал свою футбольную карьеру в качестве форварда, теперь играет в центре полузащиты. А вот уже наш центральный полузащитник Куйков от Тойота Нопсу снова получает мяч от капитана. Той пас на пятницу, но, повторюсь, очень самотверженно сегодня играют норвежские защитники. Кстати, вот нападение Руссенборга очень неплохо представлено. Это Никифора подсчитывает за что-то партнеров. Нападение Руссенборга очень неплохо представлено в сборной. Полузащитники тоже. Два человека потенциальные футболисты сборной, хотя вот в основном находятся в запасе. А вот из защитников Руссенборга в сборную никто не привлечен. Но, тем не менее, вот пока что я не думаю, что у тренеров особые есть упреки своей защитной линии пока действует надежно, уверенно. Хотя были, были сегодня уже с контактов опасные моменты. Андрей Киттмор сейчас был на вашем экране. А вот это Бьерн Хантом. Видите, вы видите, передний Бьерн Хантом. Второй главный тренер норвежской команды. Дело в том, что многие называют старшим тренером исключительно Нильса Арна Эггена, который вы видели до этого на своих экранах. Но вот и Бьерн Хантом, до этого сезона бывший вторым тренером команды, настолько хорошо проявил себя и насколько важен для клуба, что его из вторых тренеров перевели в тренеры главные, таким и другим у Руссенбурга теперь два главных тренера. И одновременно Бьерн Хантом, 56-летний, является и вторым тренером сборной Норвегии. Вот интересная такая деталь. Два главных тренера у руля Руссенбурга. Помогут это клубу Лиги Чемпионов. Я показываю, что сейчас Листов нарушал правила в борьбе с Лёкиным. Ну, видите, владение мячом в «Спартак» 61% игрового времени. Руссенбург всего лишь 39%. Ну, а счет 1-0, к сожалению, в пульте той команды, которая пока меньше владела мячом. недоволен норвежский футболист это 18-летний Сульфвет. Решением арбитра он считал, что угловой. «Сульфвет», как я уже сказал, только с начала этого сезона играет за Руссенбург, а был изгнан буквально из клуба «Бран» за такой несговорчивый характер. стильный конфликт с тренерами и вот Сульфвет оказался в Руссенбурге, где, как он считает, к нему сейчас отношения очень хорошие, гораздо лучше, чем было в клубе «Бран». Кстати, я говорил о кубке, о финале кубка, который еще предстоит сыграть в этом сезоне Руссенбургу. Так вот, Руссенбург будет сыграть, отпаривать этот один из главных призов норвежского футбола в финальном матче, именно в поединке с бергенским клубом «Бран». Это будет 29 октября. Сумбаларь. Пятникский увидел Мамедова, но убедительный Якобсен перехватил передачу и сразу же начал свою атаку, отдал Сульфвет, у того в подкате отбирал на Чтиханов, но с нарушением правила, его тут и быстро разыграли штрафной норвежцы. Неудачно сейчас играл Странс, не успел Лекин. догнать мяч. Вот уже Лисовым борется к варме. Хорошо сыграл к варме, отдал капитана Камельскриду и Сульфвет. Максим передний Сульфвет. Таким образом, вот Сульфвету из клуба Brandt в финале предстоит в финале Кубка Норвегии предстоит играть против своих бывших партнеров. Это для него принципиальный матч. Но вообще Кубок Норвегии это наверное И, наверное, даже более важное здесь для местных болельщиков и для самих футболистов соревнование, чем даже чемпионат Норвегии. Так, во всяком случае, мне сказали. Этот матч 29 октября, ведь он будет играться в Осло за три дня до ответного матча Руссенборга со Спартаком в Москве. И, тем не менее, даже в мыслях не было у местной федерации футбола перенести дату кубкового матча. Это дело святое. И там на стадион Улеве-Восло распроданы уже все билеты. Там порядка 30 тысяч билетов. В общем, будет большой футбол. И есть шанс у Руссенборга в седьмой раз стать обладателем кубка Норвегии. Пока Иран боролся с Ильфредом, подскочил Хоптинг, отобрал мяч, но вот... Так же удачно, как в третьем номере, Ворветов сыграл Никифоров. Пошел в атаку. Самоотверзанно бросался в ноги коварми. Это было достаточно опасно. На что указывают испанскому арбитру партнеры коварми по команде. Ну, посмотрим. Виктор, скорее всего, была опасная игра в сторону Никифорова. Никифоров так и действовал, не щадя живота своего. Не жалел ни себя, но не жалел при этом и соперника. И вот снова на поле носилки. Но ведь продал не только защитник Норвежцев, но и наш защитник Юрий Никифоров. Ну, посмотрим, кто тут в запасе. Так, на всякий случай. У нас из защитников 14 номер Дмитрий Ананка. Кстати говоря, о запасных норвежстах. Тут мне говорили местные журналисты, что почти наверняка в какой-то момент матча на поле появится 16 номер Стейсен Иверсон. Это очень перспективный норвежский футболист. 18-летний чемпион Европы. В составе юниорской сборной. Норвегии. Ну вот посмотрим, посмотрим, как будет складываться матч для норвежстов. Потому что Иверсон нападающий. И, естественно, он появится на поле в том случае, если нужно будет усиливать атакующую мощь Русенборга. Тем временем Никифоров покинул поле прихрамываю и, по-моему, показывает тренерам, что нуждается в замене. Видите, пока Кварне у Никифоров были на носилках. Казалось бы, Никифоров покинул поле сам, без носилок. Ну вот, сейчас прихрамывает. И я видел, по-моему, здесь вдали от нас, на боковой линии с другой стороны поля. Он такое делал характерное, вращательное движение руками, что означает простую замену. Неужели придется заменять Никифорова? Тем временем Кварне встает с носилок и показывает тренер Норвежцев, универсальный Эгген, что его защитник готов войти в игру. И Кварне в игру входит. Как ни в чем не бывало, Никифоров прихрамывает. Якобсен. Камин стрюк. Точный пас. А вот Суизов не удержал мяч на скользком газоне. Точность ошибается Сихонов. Камин стрюк. Якобсен. Кифоров. Пятницкий в одно касание Тихонову. Тихонову Шмарову. Шмаров так хорошо оттеснял по правилам кеморку норвежцев Тульбуда. А вот не увидел, что Тихонов в это время уже оказался в положении вне игры. И, конечно, в такой ситуации пас Тихонову со стороны Шмарова был делом напрасным. Сильно пробил штрафной центр. И вот уже Брадвак. Брадвак там. И Ановский, Хлебцов. Мяч от подвозки самого опасного форварда Руссенборга выберет на угловой. Брадвак, десятый номер, занимает место почти на линии ворот Черчевского. А подавать угловой пошел Сенсус. Видит левый защитник. Но справа Хландо наполняет угловой удар. К нему подбежал Брадвак. Вернул мяч. Сенсусу еще одна подача. Мяч выйдет из штрафной. Да, вот уже пошла последняя минута первого тайма. Хотя я думаю, что испанский арбитр добавит время, потому что были здесь остановки в матче. Причем достаточно продолжительные, когда на поле врачи выходили с носилками. Но, тем не менее, так или иначе, две или три минуты осталось до конца первого тайма. Но пока что Спартак не может прорвать обороны норвежцев при счете. При том, что счет 1-0 в безухозяйстве. Вот Якобсен. Вот вам, вот вам и Брадвак. Получив пах от Якобсена, лучший бомбардер с норвежской командой Карельд Мартин Брадвак одним прицельным ударом направил мяч в левый угол Черчевовский творог. Вот посмотрите еще раз. Якобсен точнейший пах. Брадвак и удар в угол. Брадвак лучший бомбардер норвежского чемпионата прошлого года, 17 мячей. Лучший бомбардер чемпионата Норвегии. И этого года 26 голов в 25 матчах. И вот видите, на 45-й минуте счет после его удара становится 2-0 в пользу Русенборга. Кого здесь не видит, я не знаю. А Нобко, который в общем оказался на довольно почтительном расстоянии от Брадвака, и не помешал ему нести этот удар и Черчевского, но мяч влетел в угол. Скорее всего, таким же хорошим, как и пас Якобсена, был удар Брадвака. Точный удар в самый угол. Так интересно, что это первый гол Брадвака в Лиге чемпионов. Пока что Норвежсов забивали Якобсен в ворота Лиги, Блэкберно забивали Лёкин и Сенков. А вот Брадвак открыл счет своим голам в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Да, я думаю, что это очень неожиданный очень неожиданный исход первого тайма. Листова активно атакует там вдали от нас кто-то из Норвежсов. По-моему, это Лёкин был. Листов возвращает мяч в Сенкипровод. И не точный пап Камбаларюд, там Кварны. Спокойно выпускает мяч за боковую и там сбрасывает. Не точно, Листов играет головой. Мяч в пятницу. Он себя показывает раздраженно, раздраженно показывает арбитр, чтобы его мнение не нарушал правил против норвежского форварда. И тут исландский арбитр дает Листов закончился первый тайм. Спартак Уссенборг на поле стадиона в Транхейме. На поле для того, чтобы начать второй тайм матча Лиги Чемпионов. Это третий фур, боковой этап. И после первого тайма норвежцы впереди 0-2. Что самое удивительное, второй мяч ворота Станислава Чечесова, влетевшего на 45-й минуте, был забит в тот момент, когда Уссенборг находился в меньшинстве. Получил травму в столкновении с Никифоровым защитником в армии. И на второй тайм он уже не вышел. И замену Спартака вместо Пятницкого на поле по 13-м номерам вышел Дмитрий Линьевич. Быстро состав вам напомню. Уссенборг белый футболк и черные трусы в воротах Ямтфал. Номер второй был и к в армии. Вместо него по 14-м он вышел на правый фланг обороны Хегем Третий Хофтюн Номер четвертый Бракстад Пятый Стенса Шестой Страмп Номер седьмой Сутутверд Восьмой Скамельс Рут Девятый Лекен Десятый Братбак Авторы забитых мячей и одиннадцатый Нини Якобсен Спартак в воротах Черчесов Первый номер Второй Христов Третий Никифоров Четвертый Цимбаларь Пятый Мамедов Шестой Дуран Дорогие друзья Общественное Российское Телевидение Продолжает Репортаж О матче Лиги Чемпионов Норвегии Из города Тронхейм О матче Между Местной Командой Русенборг И московским Спартаком Только что Начался Второй Тайм Вы ничего Не пропустили К сожалению После первой Половины Игры Счет 2-0 В пользу Хозяев Спартак Проигрывает Русенборгу Мы найдем Время В ходе Второго Тайма Покажем Вам Как Забивались Голы В первой Плавине Игры А пока Что О заменах И в той В другой Команде Вышли На поле Новые Футболисты У норвежцев Второго Номера Защитника Кварме Вы видели Что он Получил Травму В первом Тайме Заменил Хегем Вегард Хегем Простите Вот опасный момент Сейчас входит В штрафную Юран Отдает Кулькову Кульков Нет Плотно Оттомкнув Спины Встали На пути Куйкова Сентус И Пракстад Итак У норвежцев Бегард Хегем Заменил Второго Номера Кварме Хегем Играет Под 14 Номером А у нас Вместо 10 номера Андрея Пятницкого На поле Вышел Дмитрий Оленичев Под 13 Номером Обе Замены Объяснимы Кварме Как я уже сказал Был травмирован Ну а Пятницкий Я думаю Вы со мной согласитесь Неудачно Провел Первую половину матча Спартак 60% Времени Игрового времени Владел Мячом 40% Соответственно Времени Владел Мячом Соперник А тем не менее Два мяча Побывали В воротах Спартак Чтобы вот Еще один Опасный момент У ворот Москвичей Это подключившийся В атаку Эрик Хуфтюн Его рост 186 сантиметров Бил головой А вот у нас Есть возможность Показать вам Как норвежцы Забивали голы В наши ворота Первый мяч Провел На второй минуте Лёкин Замкнул передачу Сульцвет Подавал мяч Штрафной Прыгал Якобсен И Лёкин Замкнул Передачу А второй Мяч После паса Якобсена Провел Брадбак Лучший бомбардир Норвежской команды Точным ударом В угол ворот Черчесова Вот так Забивались Голы Но повторяю Это при том Что в принципе Это преимущество Было на стороне Спартака 60% Времени Как я уже сказал Спартаковцы Владели мечом И пропустили Грубо говоря Все что можно было Пропустить В общем и тот И другой мяч Забивали Норвежцы При полном Таком пропустительстве С потаски Защитников Позволили Лёкину Замкнуть Передачу Левой штанге Своих ворот Потом Недостаточно Активно Атаковали Братбака И Хлистоп И Анопка Который Без помех Такой Нанёс удары За штрафной Я уже сказал Что Недостаточно Мобилен Неточен В передачах Был Пятницкий Это уже говоря Об атакующих Действиях Спартаков И действиях В середине поля Недостаточно Мобилен Был Кульков Шмаров Имел хорошую возможность Должен был Забивать Выйди Один на один Не забил Короче Всё сегодня Складывается Не в пользу Спартаковцев А здесь конечно Все Ну не все Но наверное Большинство Норвежских Журналистов Говорили о том Что как сложно Будет Русенборгу Победить Как сложно Вообще Будет бороться С Спартаковцами Да и не только Журналисты Я разговаривал С тренером Норвежской команды Бьорном Кансеном Он сказал Что если дать Этим командам Сыграет 10 матчей То он уверен Восьми Победит Спартак И только В двух Его команда Но футбол Есть футбол И видите Как пока Сладывается игра Вот снова Мяч летит Мимо Норвежских ворот Уже после удара Самбаларя Смотрите Возвращал его мяч Назад под удар Дюран Кульков Переправил мяч Самбаларю Тот пробил мимо И так вот Тренер норвежцев Цитирует Бьорн Кансен Один из Своих Главных Тренеров Норвежцев Я уже С первым Сами говорил О ситуации В норвежском клубе Два главных Тренера Так вот Второй главный Тренер Бьорн Кансен Сказал Что Спартак Лучшая Команда Из тех Что приезжал Сюда Строн Кейн За последние Десять лет Команда Которой Явный Фаворит Группы Команда Которой Очень сложно Бороться Что Фавориты Группы Спартак Легия И у Ротенборга Есть только Один шанс В том Случае Если он Одержит Победу Во всех Трех Домашних Матчах Ну что Пока Вот Эта игра Ротенборгу Явно Удаётся Мы видим Очень Хорошие Якобсона Одиннадцатого Номера Прадбак Десятый номер Вроде бы Был в тени И даже Я особую фамилию Не называл До времени А вот Стоило мячу К нему попасть Когда он был Удачный Погист И точный Разящий удар Поводом Спартака Но это уже Бьёт Синбаларь И даже Обман зрения Показал Что мяч Отсюда С моего Коменсаторского Места Сказал Что мяч Видит с ворота К сожалению Стец С обратной стороны Ну а комментаторское место Находится Прямо На трибуне Нет специальной кабинки Я сижу Рядом За одним столиком Норвежскими Коменсаторами Вот с таким Небольшим Козырьком И довольно Прохладно Как я уже сказал Плюс 8 градусов А вот Видите Подсор Удар Синбаларя Такое было впечатление Что мяч Летит с девятой Верхний угол Ворот норвежцев Но в последний момент Мяч Так и вывернул В сторону Не в ту сторону Какую поделать бы Лёкин Автор первого мяча Ворот Сарбака Оставал Камень Круду И уже Через стол Синбаларь Активно борется С защитниками Синбаларь С норвежскими Защитниками Ну вот уже Атака По правому флангу Это Стран Стран Отдает Хегему 14-й номер Хегем Вышел На замену Кстати Несколько слов Об этом футболисте Ему 20 лет Свеж два месяца В Рутенборге Играл раньше За клуб Оргдаль Вот он сейчас С мячом Хегем Очень хорошая Подача И по-моему Опять же В моем месте Было такое впечатление Что просто Братбак Не ждал Не ждал Что мяч Перелетит через голову В контакту Защитник И попадет К нему Иначе Наверное Он действовал Более активно Я страшно Так набрасывал Мяч В штрафную Вебер Хегем 14-й номер Норвежской команды Снова подача На Братбака В опоку прыгает Анопка И теперь уже Тихонов Выбивают мяч Им Куйков Шамбаларь Интересно Такое впечатление Что Норвежцы И не думают Отсиживаться В обороне Начали Довольно Активно Активно Второй тайм И вот Тот самый 14-й номер Вегер Вегер Хегем Который Ушел На поле Во втором тайме В общем-то Нетную роль Начинает играть В атаках Норвежцы Испанский арбитр Росе Гарти Оранда Показывает Что Удар был произведен Шарфной Удар По катящему Мячу Но Спокойно Установить Мяч На газон И только После этого Уполнять Штрафной Поэтому Штрафной И перебивался Но Ничем уже Анопка Получает Мяч Обратно От Юрана По Скулькову Анопка Ну что Топ Нужно Бросать Все силы От Наступления Тут уже Такая ситуация Или Панель Пропал 0-2. По праву флангу снова рвется Сегем. Какая хорошая передача в тропную на набегающего Яна Ивара Яковсена. Вот посмотрите, опять зрячая передача. Сегем из падения бил Яковсен. Там, по-моему, мяч задел ногу Клицова и сдал добычу Черчесова. Такой нелегкой добычей. В углу ворот Санислав поймал. Вот мяч. Раз, два, пятьдесятый номер отводит любую возможность. Яковсен одиннадцатый номер. Заряжен на атаку, заряжен на удар. Очень опасна линия наступления, линия нападения у норвежского клуба. Вот норвежский город Стронкейм находится на реке Нидельве, который впадает в Стронкеймский фьер. В этом году выловили огромную рыбу. Нет, это сайт. Сайт положения вне игры. Выловили огромную рыбу. Самая большая рыба, выловленная в Норвегии в этом году. 25 килограмм. Так вот, здесь говорили, что если Русенборгу удастся сегодня успешно провести матч с Спартаком, то это будет не меньше успех, чем вот эта пойманная 25-килограммовая рыбина. Не меньше удача. Вот смотрите, очередной удар, очередной момент у Брадбака. Сбил поворотом. Я сказал, что он забил свой первый гол сегодня в Лиге Чемпионов, но, конечно, если не считать тех мячей, которые он... двух мячей, которые он забил турецкому Дешикстану в предварительном этапе розыгрыша Лиги Чемпионов. Напомню вам, что у себя дома норвежцы выиграли Дешикстану тогда 3-0. В Стамбуле проиграли 1-3, но вот именно благодаря этому забитому голу Брадбака мы вышли в финальную стадию Лиги Чемпионов. Кульков начинает этапу, здесь же Христоф подключается, получает мяч от Шмарова, отдаёт Стамбаларю. У того в ногах Семсов, потом уже Ховтин выбивает мяч. Юран бьёт мяч, отскакивает Тихонову. Тихонов с острого угла пытался поразить ворота. Тихонов, как в первом тайме, когда воротом выходил Ановка, мяч пролетает совсем в каких-то считных сантиметрах от тайной штанги. Вот посмотрите. Валерий Кеченов выйдет на поле вместо Валерия Шмарова. Итак, 9-й номер Валерий Шмаров покидает поле, 12-й номер Валерий Кеченов занимает его место. Да, действительно, спартаковцам надо что-то менять. В атаке может быть молодой, быстрый техничный Кеченов, как раз тот человек, который сейчас команде нужен. Никифоров, Сымбаларь. Баталейничев получает мяч от Юрана, уходит к воротам и забивает гол. И забивает гол. Очень обескураженными выглядят норвежские защитники. Они не ожидали, наверное, таких быстрых, вероятных действий спартаковцам в своей штрафной площадке. Но вот смотрите, как все. Смотрите, как все удача сложилось. Длинный розыгрыш мяча. Оленичев Юран выводит Оленичева один на один с воротарем Ямпалом. И Оленичев хладнокровно посылает мяч в кетку ворот. Ну что же, воодушевленные Спартаковцы рвутся вперед. И вот уже Ямпал выбивает мяч из-под ноги Тихонова. Тихонов сбрасывает ау. Оленичев, вышедший на замену, размочил счет. Сымбаларь. Я уже говорил, что Оленичев очень неплохо провел последний матч Спартаковцев в чемпионате России. Вот вы видите Дмитрия на своих экранах. Последний матч Спартака в чемпионате России против ЦСКА. И многие даже здесь такие делали предположения, что не Пятницкий выйдет стартовым составит Спартака, а именно Оленичев. Сымбаларь займет место Пятницкого. Оленичев будет играть на месте Сымбаларя. Но, тем не менее, начало игры на поле был Пятницкий. Но вот во втором тайме Оленичев заменил его. И, как видим, успешно. Вот снова Дмитрий с мячом. Играет Танопко. Возвращает мяч назад Мамедову. И Кифоров. И Кифоров сам идет вперед. Юран, И Кифоров. Ах, хотел сыграть. Вернуть мяч Юрану, но... Подвела техника. И вот уже атака норвежцев. Братбак. Там идет вперед и бежит от штрафной. Отдает Хегему. Хегем здесь Тихонов выступил в роли защитника. Столько раз в последних матчах Тихонов спасал Спартаковцев и выбивал мячи с линии ворот. Ну и вот сейчас сыграл хорошо как защитник. Сантиметр с рост. 85 килограмм свет выиграл дуэль у Юрана. А вот уже Клисов опережает Хегема. Никитаров. Кульков. Анотка. Рутенборд. Рутенборд поддерживают своих любимцев норвежские болельщики. Повторяю, стадион заполнен. Греба, кстати, стоит от 100 до 225 крон на этот матч. Где-то от 15 до 35 долларов. Но это дороже, чем на обычные матчи норвежской лиги. Ну и игра особая. Лига чемпионов. Вы знаете, что задача команды в группе занять первое или второе место. Это дает возможность продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Это дает возможность выхода в четверг в финал. Первая и вторая команда группы B, в которой играют московский Спартак и Рутенборд. Это в финале в 30-х годовых матчах с двумя сильнейшими командами группы А. Где пока лидируют португайский Порто и греческий Панахинаика. Сейчас опакрал Оленичево, как говорится. Странс. Суть свет идет вперед. Снова Странс. Нет, простите, там... Там навешивал на ворота Якобстон. Но наши разрядили обстановку. И уже Хлестов... Здесь претенгуют норвежские нападающие. Полузащитники не дают защите. Восковский Спартака свободно разыграть мяч. Ну вот, Ановка выбрал из этой ситуации. Переправил ночь Никипором. Выложил пас на край Мамедову. Здесь Кеченов. Вступил в игру Кеченов. Сыграл с Мамедовым. Мамедов отдал Оленичево. Ановка. Никипоров. Ну еще немного прибавить Спартаку. Можно переломить ход этого матча. Можно. Класс у Спартака выше, чем у норвежской команды. Хорошо включился в игру Оленичев. Должен сказать свое слово Кеченов. Мы надеемся, Московский Спартак. Вот тем временем мяч Странда. И он идет вперед. Быстро идет вперед. Наносит удар поворотом. 25-летний Руард Странд. И вот человек, о котором я говорил. Стефен Киберсон. 16-й номер. 18-летний футболист. Сейчас выйдет на замену. Выйдет на замену. Он выходит на поле вместо Стронда Эгела Сульцведа. Итак, вместо Сульцведа на поле появляется Стефен Иверсон. Я уже сказал об этом футболисте. Что ему 18 лет, что он чемпион Европы в составе юниорской сборной Норвегии. Ну и он сын самого, наверное, знаменитого футболиста в истории норвежского футбола. Сын Отде Иверсона. И именно с его появлением в составе Русенборга в 60-х годах и связаны начало блестящих выступлений этого клуба. Смотрите! Великолепный проход Никифорова. И второй мяч в сетке ворот Русенборга. Сейчас мы увидим на повторе, как это произошло. Никифоров проделал путь от своих ворот. Сначала его никто не атаковал, потом пытались атаковать его норвежские защитники. Вот посмотрите, достаточно неудачно. Он сыграл с Юраном. Вышел и протолкнул мяч за норвежские ворота мимо голкипера Ямфала. Смотрите еще раз, приятный для нас момент. Неожиданное подключение для норвежских защитников стенка с Юраном. Неудачно действует защитник Бракстад и Никифоров проталкивает мяч в ворота. 2-2. Спартак в норвежском городе Стронхайме. Во втором матче, во втором тайме матча с чемпионом Норвегии Русенбургом сравнивает счет. 2-2. Вот усталый Никифоров. Да, не зря его так боялись здесь норвежские журналисты, норвежские специалисты футбола, но боялись-то в основном за сильный дальний удар. Именно в этом качестве Никифорова расспрашивали. А он вот поразил здесь на всех и болельщиков совсем другим проходом через все поле расчетливыми действиями и 2-2 счет сравнялся. Транс, Теген, Теген против 2 Спартака, встречит Клистов и было рядом Тихонов. Мяч улетает Вау. Я показываю, что должен бросать Спартак. Клистов бросает на Кулькова. Кульков, Анопко. Гол Никифорова прервал мой рассказ о вышедшем на поле в 16-м номере Степени Иверсоне. Так вот он, сын от Иверсона, легендарного футболиста Русенборга сборной Норвегии. С ним связан как раз взлет Русенборга в 60-е годы. Ну, в дальнейшем Иверсона после Русенборга играл за бельгийский Мейхеллен. Повторяю, это легенда норвезского футбола. Сейчас он занимает пост такого менеджера клуба по экипировке в Русенборге. Ну, занимается звучит довольно громко это. Занимается бутсами, майками и так далее. Хотя, с таким своим легендарным прошлым, наверное, мог бы занимать несколько президентов клуба. Но на это Иверсон не претендует. А вот его сын. Его сын, как говорят, будущая звезда норвезского футбола. Степен Иверсон. Степен Иверсон, простите. Ну, зовут Степен. Степен Иверсон под номером 16. Сейчас вышел на поле. Тем временем был удар под фортакским воротом и мяч от ноги Мамедова ушел на угловой. Подает Якобсен. И снова угловой уже с другого фланга. Хлестов головой выбил мяч. С того фланга подает Стенцов. Снова на угловой здесь приходят рослые норвежские защитники. Но вот сейчас Олень еще выбил мяч и штрафной вал. Тут по очереди приходит и брак. Ставь четвертый номер, третий номер. Постенц. Ну, рост 1,194 сантиметра, рост 2,186 сантиметра. Сам Бог велел подключаться, приходить в штрафную площадку Спартаксу, когда Руссенборд подает угловые удары. Я говорил, что Олд Иверсон, этот легендарный норвежский футболист 60-х годов, мог бы претендовать на роль директора Руссенборга. Но, вы знаете, эту роль выполняет не менее знаменитый норвежский футболист, бывший игрок Вергора сборной Спартакси. Внимание! Какая возможность была у Валерия Кеченова. Смотрите, дает сбои обороны Руссенборга в очередной раз. Хороший момент у наших футболистов, прекрасный пас сделал Кеченову головой Андрей Хихонов и наш молодой форвард. Наверное, к отчаянию его отца, который присутствует здесь. Прилетел вместе с вами, с нами, вместе с командой присутствует он здесь на трибуне, смотрит за игрой своего сына, переживает и вот, видите, в данный момент очень неудачно сыграл Кеченов. Вернее, вышел-то, вырвал всем с воротом. Очень хорошо, хорошо откликался на передачу Тихонова, но бить нужно было точнее из такого положения. Юран грудью принимает мяч по окна Тихонова. Тихонов пытается обыграть Лёхин, и Лёхин пришел девятый номер на помощь своим защитникам. Тихонов играет с тем, кто прострел. Мяч застрял в ногах у норвежского защитника, бросался на него Кеченов, пытался пропихнуть его в пустые ворота, а вот Юран бьет разворотом мимо ворот. Еще одна опасность, вернее подряд два опаснейших момента у ворот норвежцев. Смотрите, подача Тихонова это уже второй момент. И хороший удар с разворота Юрана. Снова вот этот Юрановский такой прием мяча спиной стоит защитником. Спиной стоит защитником. Защитники не знают, что делать. В какую сторону продолжит движение нападающего Спартака. Вот Четан с разворота. пробил, пытался породить дальний угол ворот Русенборга. Немного неточно. Самбаларь выигрывает дуэлю с Камельфруда. А он бросает сенту. Ну что же, 2-2 это уже не 0-2. Тем более, что Спартак явно почувствовал уверенность в своих силах и уже после второго забитого мяча имел как минимум 3 достаточно хорошие голевые возможности. Напомню, что в первом тайме, в самом начале счет открыл норвежец Лёкин. В самом конце первого тайма Братбак забил второй мяч. Но вот вторая половина игры началась с того, что выключил замену Леничев сначала размочил счет, а потом отличился Ликифоров и в итоге 2-2 матч Русенборг. Стронг кейм Норвегия Спартак Москва. Снова Секем атакует справа фланга. Принимает мяч на себя Кульков Тихонов. Тихонов все более активно действует. ошибся фашист Юранц. Сильнейший удар из Галюбента Камельстрюга. Великолепен Черчесов. Вот Черчесов в своем любимом счастливом желтом свитере. И смотрите великолепный удар и прекрасный бросок нашего вратаря. Бент Камельстрюг бил поворотом один из самых опытных игроков Русенборга. Раньше играл в шведском Мальме. Это угловой подает Якобсен. Анопка побивает мяч головой. Кеген под следочный диск Сымбалай. Красиво обыграл Кегема отдал Тихонову. Тихонов по флангу. Хороший под Кеченову. Кеченов врывается в штрафную. Еще раз обыгрывает защиту. отс 12 минута под Идем номер 2, Валерий Капсинов, Рыбутин, Падал. Итак, уважаемые любители футбола. Только что Валерий Кеченов забил третий мяч в ворота норвежского клуба 3-2. И спартаковцы выиграют. Но вот вновь на связи Виктор Гусев. Ему с удовольствием передают слово. Да, вот это уже спартаковская игра. Оленичев, Никифоров, Кеченов. И счет уже 3-2 в пользу лосковского спартака в матче Лиги Чемпионов. В матче с норвежским Русенборгом. Лидер группы «Б» Лиги Чемпионов демонстрирует свой класс во втором тайме. Но, внимание, с мячом Брадвак лучший ломбардир норвежцев бьет поворотом. И мяч в руках у Шерчесова. Ну что же, 3-2. И я вижу, что норвежцы готовят очередную замену. Очередную замену здесь. Футболист под номером 13. Это Саурвик, Том Каррэ Саурвик. Кого он заменит? Итак, сейчас норвежцы провели очередную замену. Вместо 6-го номера Роара Странда на поле вышел Том Каррэ Саурвик под номером 13. Ну а для подключившихся нам радиослужителей, я скажу, что мы ведем репортаж из норвежского города Тронхейм. Из норвежского города Тронхейм о матче Русенборг-Спартак-Москва. Идет середина второго тайма. Счет 3-2 в пользу московских спартаковцев. Очень неудачно сложился для нашего чемпиона первый тайм, когда норвежцы в начале матча на второй минуте открыли счет. Это сделал Лекин. А в самом конце тайма Братбак забил второй мяч в ворота Черчесова. Но потом удачные замены сделал тренер спартаковцев Романцев. Вышли на поле Оленичев и Кеченов. И вот именно они добились успеха. Сначала размочил счет Оленичев. Потом великолепный проход через все поле завершил ударом наш защитник Юрий Никифоров. Счет стал 2-2. И Кеченов вывел спартак на 75-й минуте. Только что совсем недавно Валерий Кеченов, повторяю так же, как Оленичев, вышедший на замену, вывел спартак вперед 3-2. 3-2 в пользу чемпиона России. Напоминаю, игра третьего тура Лиги чемпионов в группу «Д». Тем временем атакуют норвежцы. Мяч попадает в ногу Никифорова и уходит на угловой. С лего фланга пошел подавать Том Каре Саурвик. 13-й номер. 25 лет ему. Он провел два матча за сборную, кстати, Норвегии. Ну а в клубе сыграл 24 игры, забил 4 мяча. О нем говорят, что у него самый сильный удар в норвежском футболе. Но пока что ударов мы его не видели. А посмотрим, как он подает угловой. Удачный мяч опустился сверху на сетку ворот спартаковцев. Вот видите, Том Каре Саурвик вышел на поле под 13-м номером. Пришел в прошлом году в Рутенборке из клуба «Бот до Глин». Может играть и в полузащитке, и в центре защиты. И повторяю, говорят о нем, что самый сильный удар в норвежском футболе. А вот один из самых сильных ударов в российском футболе. Вернее, сейчас увидели его обладатели этого удара, Юрия Никифорова. Сымбаларь в центре поля получает мяч. Там справа Оленичев. Будет ли пас к ему? Нет, пас к Кеченову. Кеченов приближается к воротам. Играл с кем-то с Сымбаларем. Там придерживали Кеченова. И об этом сигнализировал главному арбитру его помощник. Поднятием флажка. Но это оставил без внимания испанский арбитр. Хосебер Сиаранда. Сегодня будет матч. Я, кстати, начал говорить о делегате УИФА на сегодняшний матч. Это Рудольф Батя из Чехии. Известный человек. Он известен как в прошлом хоккейный судья. Потом был генеральным секретарем ассоциации футбола. Тогда еще, Чехословакия. В 68 лет Рудольф Батя вот следит за ходом матча в качестве делегата УИФА. Тем временем сбивают с ног Юрана. Спартаковцы свои половины поля пробьют штрафной. Хлестов получил... Нет, Хлестов пробьет штрафной. Кульков. Оленичев на правом фланге атаки московского Спартака. Против него Спенцев. Оленичев хорошо играет. Спенков с Кеченовым. Удар чуть выше ворот. Вы посмотрите, не устаю повторять, Как хорошо включились в игру 13-й номер Дмитрий Оленичев и 12-й номер Валерий Кеченов. Как красиво они сейчас разыграли вот эту стенку. Пяткой вернул мяч Оленичеву и Кеченов. И едва не добился успеха полузащитник Спартаковцев. А вот Ростин Баларь. Кеченов рвается в штрафную. Гол. Потрясающе. Великолепная игра Валерия Кеченова. Второй гол. И просто у меня нет слов, чтобы описать действия Этого молодого Спартаковского форварда, Который вышел на замену в втором тайме. Вы посмотрите. Кеченов делает счет. 4-2 в пользу Спартака. И я представляю себе гордость его отца, Который, я уже говорил об этом телезрителям, Который сейчас сидит на трибуне и Слезит за действиями своего сына. Валерий Кеченов. Второй гол в этом матче. А счет 4-2 в пользу московских спартаковцев. Да, после первого тайма такого не ожидал никто. И вот здесь, наверное, уже к месту вспомнить то, Что говорили перед матчем норвежские газеты. Говорили, что к нам в гости приехал русский Аяк. Ну, достаточно лестная оценка для спартаковцев, но Может быть, вот во втором тайме они в какой-то степени Эту оценку оправдывают, соответствуют этой оценке. Норвежские газеты говорили, что спартак играет мобильный Современный футбол. Подстать голландскому футболу сравнимый с голландским Футболом, тотальным футболом 70-х годов. Но атаки продолжаются. По-моему, норвежцы в конец расстроены таким, Не только, по-моему, это, наверное, очевидно, Таким ходом событий. Вести 2-0 в первом тайме и пропустить подряд Четыре мяча во втором. Это сильный удар вообще по психологическому состоянию Команда, не только в сегодняшнем матче, Но и, возможно, это кажется вообще На выступление норвежского клуба в этом розыгрыше. Лиге чемпионов. Потому что, повторяю, надежда норвежцев была именно На удачном выступлении в домашних матчах. Именно в домашних матчах норвежцы играют успешно. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш репортаж с матча Русенборг-Спартак из норвежского города Сронхайм. Спартаковцы ведут со счетом 4-2. Но одновременно проходят матч в группе Беллиги чемпионов Матч между Польской Лигией и Английским Блэкберном. Кстати, Идет матч между Польской Лигией и Английским Блэкберном Двух других участников этой группы. После окончания нашего матча в 0 часов 30 минут по московскому времени вы по первому каналу общественного российского телевидения увидите отчет, такой обзор всех остальных семи матчей, сегодняшних матчей Лиги чемпионов. Ну а завтра для тех, кто не смог посмотреть вот наш сегодняшний матч, завтра утром в 10 часов 5 минут вы увидите вторые таймы двух матчей. Вот нашего этого матча Русенборг-Спартак и матча Лигия-Блэкберн. А вот вы видите повтор второго мяча скетченного с ворота норвежского Русенборга. Неточная передача и Черчесов, а вернее Никифоров пробьет свободный отборот московского Спартака. Я говорил о том, что норвежцы вообще обычно успешно, вот именно этот клуб Русенборг обычно успешно действует, играет на своем поле. Но это подтверждается и историей матча Русенборга с нашими командами в Еврокубках. Но правда в сезоне 65-66 годов он проиграл киевскому Динамо 1-4-0-2 в двух матчах. А вот в играх с одесским Черноморцем в сезоне 90-91 годов и затем в сезоне 92-93 годов с московским Динамо, я говорю о матчах Еврокубков, именно дома одерживал победы Русенборг. У Черноморца он выиграл дома здесь 2-1, а и в Одессе проиграл 1-3. И у Динамо, что после поражения от московского Динамо в Москве 1-5, норвежцы сумели здесь одержать победу 2-0. То есть еще раз повторяю, вся надежда Русенборга на свое поле. И вот видите, эта надежда сегодня не оправдывается. Отличная игра Спартака во втором тайме, умелые замены и 4-2 в пользу москвичей. Пока что не виден 16-й номер Стефен Иверсон, 18-летний Иверсон, на которого так рассчитывали норвежские любители футбола. Тем временем за грубую игру получает предупреждение Бьорн Отто Бракстад, 4-летний стоппер норвежской команды. Вот посмотрите, как он опять все по той же больной ноге Юрана нанес удар. Вот вы видите, Бракстад получает желтую карточку. К сожалению, сегодня желтой карточкой был накажен Рамис Мамедов. К сожалению, потому что это вторая его желтая карточка в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. И это означает, что Мамедов пропустит ведущую игру. А следующий игра, кстати, состоится 1 ноября. Те же самые соперники, Рутенборг, Спартак. На этот раз, 1 ноября, спартаковцы будут принимать норвежцев у себя на поле в лужниках. Таурвик отправляет мяч на штрафную площадку. Их лицо не совсем удачно. Причем Камельстрюд. И его сбивают с ног. Вот видите, апеллирует судья Оленичев. Зря до этого можно получить желтую карточку. Оленичев, ну понятно, он считает, что нарушения не было, что он играл в мяч. Но судья говорит, что нарушение было. И что такие действия со стороны Оленичева заслуживают наказания штрафным ударом. И штрафной удар, наверное, будет бить вот тот самый Таурвик, да, 13 номер, о котором я говорил, что его удар считается самым сильным в норвежском футболе. Посмотрим. Там несколько норвежских футболистов к нашей стенке. Да, действительно, удар неплохой, но мяч застрял в стенке. И Аут будет сбрасывать здесь, где-то в районе центральной линии. Сбрасывает Хегем. Камельстрюд борется с нашими двумя игроками. Отдает Хегему. Хегем будет подавать. Казача. Черчетов благодарит Никифорова. Выбил мяч на угловой. Право фланга. Не так заметен вот Мини Якобсен, 11 номер, Ян Ивер Якобсен. В втором тайме в основном мы видим, он только выполняет угловые удары. Но не более того. Я говорил уже телезрителям, что этот футболист Ян Ивер Якобсен получил прозвище Мини за свой небольшой рост. Всего 168 сантиметров. При весе 72 килограмма. Ему исполнится в ноябре 30 лет один из лучших футболистов Норвегии. И действительно очень неплохо выглядел в первом тайме. Что ж, дорогие друзья, я вижу, что постепенно, постепенно уже потянулись к выходу норвежские болельщики. Да, подходят к концу матч Лиги Чемпионов между Русенборгом и Спартаком. Наши футболисты выигрывают эту важную встречу со счетом 4-2. Проиграв первый тайм 0-2. Напомню вам, что счет открыл норвежец Лёхин в начале первого тайма. На 45-й минуте, в самом конце первого тайма, второй мяч забил лучший ломбардир норвежской команды Братбак. Ну а во втором тайме один за другим 4 мяча влетели в ворота норвежцев. Сначала гол забил Оленичев, потом Никифоров, а потом два великолепных гула молодого Валерия Кеченова. Спартаковцы ведут счеты и, судя по всему, укрепят свои позиции в борьбе за выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Победа для Спартака будет означать 9 очков. Третья будет означать то, что Спартак наберет уже 9 очков. Это третья победа в трех матчах. И уверенное лидерство в группе В Лиги Чемпионов. Вот я уже слышу, что было слышно лишь скандирование «Русенборг». «Русенборг», а сейчас я слышу скандирование наших болельщиков «Спартак чемпион». «Спартак чемпион», но не знаю, поскольку в этом году «Спартак» уже не может стать чемпионом России, к сожалению, для «Спартаковцев», может быть, это имеет отношение к чемпионству Спартака в Лиге Чемпионов. Поживем, увидим, во всяком случае, сегодняшний матч выигран у «Русенборга». Выигран во втором тайме, благодаря уверенной игре во втором тайме 4-2, «Спартак» продолжает лидировать в группе В Лиги Чемпионов. Я благодарю вас за внимание, поздравляю вас с победой. Мы заканчиваем этот трансформер.